Доллар будет стоить 200 рублей, пора ли покупать валюту? Доллар будет стоить 200 рублей, пора ли покупать валюту? 8 часов 17 января 2020 года РИА Новости Виталий Тимкиф конверт с долларовыми купюрами РИА Новости, Виталий Тимкиф Москва, 17 янфрия новости, Александр Лесных Американский доллар может подорожать до 200 рублей, заявил директор Центра структурных исследований Ранхикс Алексей Вейдев Что думают об этом другие экономисты и к какому курсу готовиться в ближайшее время в материале РИА Новости Бюджетное правило Выступая на Гайдаровском форуме, который проходит в Москве, известный экономист Алексей Вейдев пообещал национальной денежной единице тяжелые времена Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей невозможно, отметил он Вейдев сослался на бюджетное правило, посредством которого Министерство финансов фактически ослабляет рубль, выступая основным покупателем иностранной валюты Напомним, что с 2018 года Минфин скупает на рынке валюту в объеме, соответствующем сверхдоходам от продажи российской нефти дороже 40 долларов за баррель 9 января, 8 часов Как изменится обслуживание в российских банках в Новом году? Заявление Алексея Вейдева удивило многих специалистов Честно говоря, не вижу возможностей для такого серьезного скачка курса, и особенно странно приписывать сюда бюджетное правило Единственное, что может сказаться на курсе, это внешний шок вроде резкого выхода нерезидентов из рубля Считает руководитель операции на валютном и денежном рынках Металинвестбанка Сергей Романчук Эксперт уточнил, что Банк России оператор Минфина готов к подобным сценариям и в экстренной ситуации прекратить закупку валюты на рынке, стабилизировав рубль, как это было в 2018 Мало того, Центробанк располагает широкими возможностями для масштабных валютных интервенций в поддержку рубля благодаря золотовалютным резервам, которые стабильно растут Так, в декабре ЗВР пополнились на 12,3 миллиарда долларов, достигнув 554,4 миллиарда максимума с сентября 2008, когда было чуть больше 596 миллиардов Спокойной среди бурь Большинство специалистов уверено, что ждать резких скачков валютного курса в обозримой перспективе не приходится Аналитик Нордия Банк Григорий Жирнов указывает, что даже события этой недели не ослабили рубль Хотя из-за разочарования экспертного сообщества первой фазы торгового соглашения между США и Китаем многие валюты развивающихся стран сдали позиции 15 января, 8 часов Остановить кровоточение, что означает торговая сделка США с Китаем И оставка правительства после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию не произвела на рынок особого впечатления По данным Московской биржи, доллар подорожал на 35 копеек, но в течение часа вернулся к прежнему показателю Аукционы по размещению ОВС тоже прошли спокойно Спрос превысил 86,5 миллиарда рублей, что лишний раз демонстрирует привлекательность отечественного рынка ценных бумаг Ни объемы торгов на валютном рынке, ни быстрый разворот курса рубля в сторону укрепления После новости об отставке правительства не указывают на системные риски и снижение доверия к национальной валюте Сформировавшегося в декабре и начале января, констатируют аналитики Росбанка Напомним, во второй половине декабря рубль заметно укрепился Хотя спрос на иностранную валюту в конце года традиционно растет И если в последних числах ноября биржевые котировки закрылись на отметке 64,31 рубля за доллар То через месяц трейдеры давали только 61,98 11 января, 8 часов экономисты нашли главного виновника в спаде мирового ВВП Инвесторы начнут выходить из российских акций, облигаций, и давление на рублю силится Можно ожидать ослабления от 5 до 7%, то есть котировки доллара приблизятся к верхней границе диапазона 63,67 рублей Предупреждает ведущий аналитик QBF Олег Богданов Другой фактор риска возобновления санкционной риторики Запада в канун очередных президентских выборов в США Но и тут России есть чем ответить благодаря солидным резервам ЦБ Угроза санкций способна оказать на рубль серьезное давление, говорит главный аналитик ПСБ банка Михаил Поддубский Но в целом базовым сценарием на ближайшие месяцы мы считаем консолидацию пары доллар-рубль вблизи уровня 64,65 Субтитры создавал DimaTorzok